Широкий резонанс среди общественности как в нашей стране, так и за ее пределами получила выступление главы нашего государства на совместном заседании Палата Али-Маджлиса, посвященном церемонии инаугурации. Тогда были озвучены приоритетные направления на следующие пять лет. О них говорили и на встрече прошедшей в Министерстве иностранных дел с участием представителей зарубежных СМИ, аккредитованных в нашей стране. Стратегия развития нового Узбекистана. В этом важном концептуальном документе в качестве главной выдвинута идея от стратегии действий к стратегии развития. Определены ключевые семь направлений. Представители аккредитованных в нашей стране зарубежных СМИ были проинформированы о каждом из них. В частности, высказаны мнения о необратимости демократических реформ в стране, реализации важных мер по обеспечению свободы слова и печати, правах граждан на получение и распространение информации. Президент в первом направлении более подробно остановился на всех аспектах. Это значит по делам молодежи, предупреждение полномочий Министерства и ведомства по сопоставительным и оперативным решениям социально-экономических вопросов и регионов. То есть в каждом регионе будет создан штат, где будет представитель аккемиат, который будет заниматься социальными вопросами нашего населения. То есть человек, который будет постоянно жить и работать внутри. Мы отходим от той направления, где человек должен сидеть в кабинете, а именно те люди, которые будут понимать, изучать, где нужно поднимать какие проблемы, как их решать вместе с аккемиатами и другими министерствами ведомств. Непосредственно в седьмом направлении содержится задача обеспечения мира и безопасности в нашей стране, развития международного сотрудничества. Отмечалось, что Узбекистан продолжит свою прагматичную, извешенную внешнюю политику и экономическую дипломатию. Это прежде всего дальнейшее укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии. А также расширение взаимовыгодных и многоплановых отношений с партнерами во всех регионах мира. В ходе круглого стола представители зарубежных СМИ отметили важность инициатив, предусмотренных стратегией развития нового Узбекистана. Также на мероприятии говорили о предстоящих значимых для страны датах, среди которых 18 ноября – день принятия государственного флага Республики Узбекистан.